добрый вечер дорогие друзья вернее доброй ночи московское время 3 часа утра все люди спят а такие психи как я варят сыр вот наши банки из-под молока вот молоко мы перелили сюда она из этого вода к утру к шести часам мы сварим замечательный голландский сыр молоко у нас нагрелось до 32 градусов и 33 стаканы мы налили 2 стакана по 150 миллилитров ваты теплый для приготовления сыра мы готовим голландский сыр на растительном ферменте поэтому покупаем растительный фермент японский мейта вот такой маленький пакетик здесь на 100 литров молока то есть отсюда мы берем одну пятую часть баки у нас 20 литров 21 отмеряем одну пятую часть хорошенько размешиваем во второй стакан мы добавляем хлористый кальций для того чтобы больше объем белка масса белка у нас превратился тоже это дело мы хорошенько размешиваем чтобы полностью растворился проверим температуру еще раз для приготовления голландского сыра мы используем растительный фермент японский мейта очень хорошую вещь и хлористый кальций дальше вводим фермент молоко и хлористый кальций размешиваем хорошенько размешиваем в течение двух минут доброе утро мы нарезали сыр на сгусток и мешаем мешать его надо за 20 минут следующая операция которая нас ждет через 20 минут мы оставим сыр на сгусток на 10 минут оседать через 10 минут он осядет сверху останется сыворотка нам оставим сыр на сгусток на 10 минут оседать нужно разделить сгусток и сыворотку 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 мы сольем а сгусток разложим в формы для самопрессования пока все следующий после этого сыр в формах мы поставим под пресс и под прессом он уже приобретет свою форму выйдет лишняя сыворотка с него он станет плотный и после прессования мы его будем солить соответственно после засолки дадим стечь рассолу обсушим его и уберем на созревание следующий этап приготовления козьего сыра вот смотрите здесь у нас сгусток образовался мы его присолим примерно столовую ложку соли и размешаем хорошенько вот 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 порошенько мешаем и укладываем формы, прямо не церемонимся вот таким вот образом укладываем формы и ставим немного самопрессоваться следующий этап приготовления козьего сыра прессования разложили в формы положили в кастрюлю в которую будут стекать сыворотки сверху мы их придавим крышками вот так теперь вот так можно использовать пресс а сверху ставим гирю гири будет достаточно через 10 часов он хорошо отпрессуется приобретет нужную форму и мы его будем солить в рассоле сейчас у нас идет посол козьего сыра приготовляем раствор в пропорциях таких и на литр воды 100 грамм соли и погружаем головки сыра в этот рассол в зависимости от того в какой степени солености нам нужен сыр мы его выдерживаем либо 5 часов либо 10 часов когда 10 часов у нас проходит мы вытаскиваем крышки сверху на обсушку вот так температура в помещении 17 градусов сыр продолжает созревать когда сыр обсохнет мы его оботрем закроем и уберем в камеру для созревания при температуре 10 8-10 градусов Цельсия и и и и и и и и и